А в Актау соседи пожаловались в полицию на мать 4-летнего мальчика. У него утверждают, что слишком часто слышат детский плащ и призывы ребенка о помощи. После вмешательства журналистов сотрудники ювенальной полиции завели уголовное дело и забрали ребенка у матери. Какая судьба может ждать малыша, узнавала Ирина Гончарова. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Соседи обратились в полицию, но говорят, что беседы участкового с мамой ничего не изменили. Они убеждены, что ребенку угрожает реальная опасность и поэтому вызвали журналистов. Везде разговоры ходят, вот молодые мамаши с нашего дома, вообще практически весь микрорайон ее походу знает, вообще в городе где-то знают ее. И она везде говорит это слово, что она хочет отдать ребенка в хорошие руки. Это же не котенок, не щенок. Как это можно взять отдать ребенка? Сотрудники ювенальной полиции после вмешательства прессы все же начали досудебные расследования по факту обращения соседей. Мать обвиняет по статье 140, ненадлежащей исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Для этого должны быть резкие основания, чтобы возбудить уголовное дело. Никаких таких видео, аудиозаписей, ничего не было, чтобы то, что говорили об этом. После этого соседи, мы при опросе соседов, мы сразу же поняли, что это неоднократно было. В данное время ребенок находится в центре адаптации для несовершеннолетних. Здесь, сообщают органы опеки, он пробудет до тех пор, пока ведется расследование. Специалисты центра говорят, что ребенок внешне абсолютно здоров. Синяков и ссадин на теле не обнаружено, развитие соответствует возрасту. И в целях защиты прав детей именно Абдурахмана сейчас принято решение о временной изоляции от матери и помещении его в центре адаптации несовершеннолетних. Пока не закончатся следственные мероприятия. По сведениям органов опеки, отец ребенка лишен родительских прав. Других близких родственников у четырехлетнего Абдурахмана нет. Под опекой государства он пробудет до трех месяцев, в зависимости от того, сколько продлится расследование. Далее, если суд признает мать виновной, мальчик отправится на воспитание в интернат. Ирина Гончарова, Виктор Майоров, Информбюро, ОКТАУ.